Художница осень Художница осень Художественная история А с кем это мы едем? Да, да, да Против света вообще Плоховато видно Но представьтесь, пожалуйста Художник цветков Николай Михайлович Николай Михайлович Одобрил, да? Одобрил, конечно Любое творческое движение Оно является собой Дорогу к духу Дает надежду На нашу Возможность После того, как мы уйдем Из этого мира Остаться в тонких энергиях, материях Во всеобщем Нуосферном И Идеальном С точки зрения Платона Поле Ну я точно остался на уровне тонких материй Потому что есть музыкальное произведение Фортепьянный экспромт Которое называется Полковник Бабошин Но Подаренный мне Николай Михайлович В Сербии В русском доме в Белграде В российском культурном центре Да, да, да Николай Михайлович Вы всегда так говорите Что можно Заслушаться Может быть Кому-то это и Показано Заслушаться Но я советую слушать Прежде всего Самого себя Каждому, кто слушает Это Призыв К тому, чтобы научиться Более слушать Самого себя Это Основание В том движении К самопознанию Которое ведет На высшие ступени Нашего Развития Существования И Раскрытия Тех Способностей И умения Которые дарованы нам Высшими Нам высшими силами И Доверие В данном случае К тем способностям И умению Имеют Возможность Перейти В уверенность Которая Приведет нас Да-да Приведет нас К Сейчас В преданности В преданности Это Уже Открытый путь Творческому Движению Без Лишних Осторожности И вопросительности А какое же Движение У нас Сегодня Куда это Мы едем Сегодня У нас Как и всегда Мы Движемся По великому пути Кей диапазон Который Вот Потом На боготовский Тот путь Который Заявлен Нам Судьбой Которая По существу Являет собой Движение В том Верном Направлении Которое Каждый Из нас Обязан Определить Для себя И отдать Предпочтение Наилучшему Что Даровано Высшими силами Нашему существу Нашему Комплексу И Наилучшим образом Развить Это До Того Радостного Ясного И Спокойного Состояния Которое Являет собой Олимпийскую Вершину Развития Человеческого Сознания Спасибо за внимание Очуметь Ну теперь Перейдем к водителю У которого Тут сложная Обстановка На трассе Лучше Его не отвлекать Это Мы выедем Напрямую Ну тогда Вы скажите Куда мы едем Куда Мы едем Да Мы едем В Выборг В хороший Выставочный зал В библиотеке Имени Алта Имени Алта Это Известный Финский Архитектор Который Вот И оставил Наследие Некое Выборге Поскольку Выборг Был в свое время Известной Частью Финской Республики И был Национальный Царский Империй Царской Империй Да И это Финны Почитают Что Тем не менее Что это В силу Исторических Пертурбаций Выборг Остался На территории И под властью Российской Империи Поэтому Мы Тем не менее Находимся В хороших Отношениях И это Являет Всегда Надежду На Лучшие Возможности Которые Мы Являем Как Лучшие Что Имеем И они Со своей Стороны Тоже Согласны Участвовать В этом И Конечно Древняя Литература Которая Финская Часть Это И древнерусская Литература Они Некоторым Образом Пересекаются Давая Надежду На Некую Возможность Нашего Общего Движения В будущее Потрясающе Уважаемые На самом деле Мы планируем Выставку Да Да Мы уже Спланировали Спланировали Да С моей Легкой Руки Давайте Теперь Ваша Очередь С моей Легкой Руки Я предложил Николаю Михайловичу И он С благодарностью Откликнулся И мы Сейчас Организуем Выставку В библиотеке МиниАлта Которая Называется Моя любимая Выставка И я имею честь Быть Обладателем Четырнадцати Репродукций С этой Выставки Которая Называется Карта Судьбы Да Здорово Скажите Пожалуйста Где мы Находимся Мы находимся В Центральной Городской Библиотеке В городе Замечательно И здесь Состоится Выставка В октябре Здесь Состоится Выставка Николая Цветкова Спасибо За внимание И за Такое Участие В юбилейном Году Восемьдесят Веке Восемьдесят Пять лет Удачи Очередная Удачи Завтра Выставки Есть Да Понятно Замечательно А как У вас Зажим Какие-то Есть Ну Не Скоч Я Засмотрю Можно И так Можно И так В каком Порядке Вешаем Бесполезно Как Ваши Как Вашей Душе Будет Угодно 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 Она уже Пол Европы Проехала Да Понятно У нас Такие крепления Это моя любимая Каштина Сербы Назвали ее Обмарщик А Николай Михайлович Назвал Как Единство Противоположного Ну Это Все проходит Оно и есть Оно то и есть Ну тут Противоположная Шляпа Да Да Все Подписываем А если мы Некоторые работы Посчитаем 18 плюс Ну вот Одно стекло Да пожалуйста Это надо Чтобы утвердить У нас На нашем А что это 18 плюс Да ладно Я вас умоляю 16 плюс Вы признаете При перевозке Треснуло Стекло Начинали бы снять Совсем А вот поменять Это Такое 18 плюс Ну Может быть 18 плюс Я не понимаю Самая красивая Картинка Я хочу брать С экспозиции Поставьте в конце Тогда вот еще 18 плюс При грации Тогда давайте Павловский Закроем Нет Я даже Нет Это Не эксперт У нас Есть музыка Доступна Что-то Хорошо И вот Пожалуйста Штука Опа Отскочила Ну это перевозка Вот пожалуйста Эта Одна штучка Заделаешь Там Да Да Значит Сумушку тоже Отдают Сумушку будем Хранить Да Потом Вы когда Сложили ее И разрешите В вашем присутствии Вручить Николаю Михайловичу Благодарственное Письмо От имени Вооруженных сил Российской Федерации И в том числе От войск Национальной гвардии Это просто Потрясающе Ну вы замерли Говорите Это же видео Видео Дело в том Что перед этим Выставка находилась В военном институте Войск национальной гвардии Причем там было В это время Еще до Карантинных мероприятий Была международная делегация Из Сербии Из Китая Из Монголии И выставка вызвала Неповторимый Просто интерес Николай Михайлович Решите вас Поблагодарить Спасибо В случае в торжественной Обстановке Мам вручить Сографируй Пожалуйста Николай Михайлович Разверни Как это вешается Мне сразу Вот Никак не повесить Мы же на веревочке Видели Там какие-то Крепления Должны Ну вот Если Невозможно повесить Так давайте Не будем Замораживать В рамочках Может быть Там хорошие Выпускаешь петли И оно держится Делали мы уже так Оно не держится Ну Чтоб вам Репродукция Ну не совсем Репродукция Это с авторской Раскраской Ну ладно Графику Графику Да Да Количество Да Инкоррель Инкоррель Это технология Технология Инкоррель Графика с раскраской Маленькими Инкоррель Инкоррель Количество В количестве 14 Плюс 2 нутри Мертвы Запятая 2 нутри Мертвы Еще что? Афиши И Афишу И Альбом 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 И Афишу Описание Да Афишу 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 И Вот это Как Информация Информация В рамке Может Напишем Как его зовут? Николай 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 Для Для проведения выставки Для проведения выставки Афишу 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 В октябре 2020 года. А сегодня у нас? Сегодня у нас 29 сентября. 29 сентября. Ну, часа. Можно я сфоткаю? Да, конечно. Нет, это бесплатно. У нас почему-то позаписано? Ну, я думаю, что вы не пожалели, что поехали с вами? Я никогда не жалели. Так что спасибо вам за инициативу, за прекрасное место, где это будет выставка. Нет, дело в том, откуда появился этот контакт. Мы собирались, если бы не пандемия, проводить конкурс в честь моего деда. Но он прошел в виртуальном виде. Он же погиб здесь под выбором. А, вот вы. Ну, с конкурсом не получилось. А вот с выставкой это началось. Кстати, конкурс прошел. Тоже около ста человек участвовали со всех десяти стран мира. Сейчас конкурс Есенинский я завершил. В честь 125 годовщины сегодня рождения Сергея Александровича Есенинского. Выйдет сборник, наверное, стихо-производства. Ну ладно, благодарю вас, значит, надеюсь, что все у вас получится. Думаю, что все у нас состоится, все будет хорошо. Если что, звоните, пишите. Могу провести вас обратно через основные залы, посмотрите, как там красиво. Конечно, да. Мы находимся в центральной городской библиотеке Ау-Марафа в городе Григорьево. Замечательно. И здесь состоится выставка. В октябре здесь состоится выставка. Николая Светкова. Спасибо за внимание и за такое участие. Скульптор Мантинин, 1924 год. Честно. Это бренд. А вы не хотите дотронуться? Так, выйди немножко, Владимир Александрович. И еще, да. И теперь вот сюда, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну ладно. Лосище. Да. Лосище. Да. Субтитры делал DimaTorzok Добошин Владимир Александрович Здравствуйте Поэт, издатель журнала Приветствую на его члене от нижних чинов Привелась и развилась очень хорошая идея То есть мы как бы устраиваем выставки современных художников Стараемся каждый месяц Ну не знаю, ты рассказывал, нет? Да, конечно, конечно Вот Я видел в интернете есть Ну художники разные Ну стараемся, конечно, смотреть Чтобы были люди, так сказать, профессионально подготовленные Вот выставки разные Бывает, как Николай Михайлович Друг любезный Это мы даже развернули его на двух площадках У нас второй зал Этот самый Галерея В городе есть небольшая Можно проехать Да, да, да Вот И здесь Вот И через это дело Потихонечку мы Ну как потихонечку Десять лет Мы собираем фонд работ Чтобы Надеемся дожить до того времени Чтобы в нашем городе Открыть То, что называется Галерея современного искусства Да Где были во всей красе Представлены Лучшие люди Нашего времени Замечательно Иных не вижу здесь я Как говорится Ну давайте Пройдем Когда Мехович Четыре Девушки Тоже наши питерские Вот И название выставки У них было такое Зоя Николаевна Дрогнова Называется Я есть люблю Я есть люблю Еще раз скажите Как назвать Можно почитать А Я есть Это сломало Окончательное Бесповоротное И все Никаких вопросов Да Чисто Такая Чисто 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 Женская Да И они Даже Назвали Художественно Гастрономическое Да Все 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 Статус Гребен Ну Как-то Поддерживаться Парсиональные Спасибо Спасибо Пожалуйста 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 Спасибо До новых встреч До новых встреч Алгоритм Алгоритм Такой Не иначе Чисто Как Тихо 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 В феврале этого года, мы с тобой виделись позднее, там тоже Евразийский Союз был. Мы находимся на воинском мемориале Петровка, недалеко от поселка Красный Холм, город Выборг. Здесь захоронены советские бойцы, которые пали в боях с немецкими фашистскими захватчиками, в том числе и мой дед Сергеев Степан Степанович, который погиб где-то в 500 метрах отсюда, если верить журналу боевых потерь. Могилу деда я нашел случайно. После лекции военной академии связи, перед 9 мая 1996 году, я поздравил офицеров и сказал, что все семьи в России, любой семьи, какой не возьмешь, потеряли на этой войне близких и родных. И вот я говорю, деду есть похоронка, а место захоронения я найти не могу даже на довоенных финских картах. После лекции один из офицеров майор Жердев Тимофей подошел и спросил, а что вы знаете, товарищ полковник? Я ему ответил воинскую часть, дату гибели и то, что было написано в похоронке в деревне Вязкелю, в местечках Ихаузки. На самом деле, в похоронке было написано в деревне Вязкелю, в местечках Ихаузки. Как выяснилось, в деревне называлось Вякила, а в местечках Хакамяки. Но факт, что вот этот офицер, благодаря помощи сотрудника Выборгского военкомата, не нашел эту могилу. Похоронен был дед где-то в 500 метрах от своей подклевой березой. Но, по-моему, к 50-летию Победы, в 95-м году, все вот такие захоронения подклевой березой, они были эксгумированы и перезахоронены вот в эту братскую могилу. Я маме позвонил, вот как только нашел эту могилу, и мама через два дня приехала ко мне сюда. Сейчас и мамы нет в Царстве Небесном, но она сразу приехала, чтобы поклониться могиле деда. И мы взяли землю отсюда и довезли на могилу бабушки моей Екатерины Федоровны. Извини, пожалуйста, можно спросить? Мама приехала, это мамин отец? Это мамин отец Сергеев Степан Степанович, пулеметчик 998-го стрелкового полка, которому в момент начала войны он 1894 год. Он на войну мог не ходить, тем более у него было 11 детей, плюс приемный, плюс и так дальше. Но призвали на войну его старшего сына Евгения, и он в один день вместе с ним пошел в военкомат. А я вот, к сожалению, не знаю его военной службы до этого, где он служил. Но по приписному он был пулеметчиком, и поэтому его сразу же, вот в 43-м году он призвался, его сразу же приписали пулеметную роту, и он так и воевал пулеметчиком. Ну, я думаю, вы понимаете, что значит пулеметчик на войне, тем более в роте. Это основное оружие, которое помогает солдату, пехоте. И я написал стихи по этому вопросу, по этому поводу. Стихи написал, пока мы ехали на машине сюда, на могилу. Скандинавия под колеса километры свои кладет. Пастадонты летят, многоосные, обгоняя обгоном счет. Вдоль дороги сосны упрямые, как в строю стоят чередом. А ко мне приехала мама. Едем к деду на красный пол. Много верст за собой оставила. Тысячи две. Лишь в один конец. Но понять ее нужно правильно. Мне он дед. Моей отец. Вроде нет ничего необычного. Едем родича навестить. Место там у деда отличное. Я и сам там хотел бы жить. Так хотелось бы, право слова, чтобы вышел он ко двору, проворчал бы. Как жив и здоровый. Ждал вчера еще вас поутру. Глянь, правнучек. Два метра слишком. Лейтенант уже целый год. Сам ведь знаешь, не понаслышке, как военная служба идет. Да уж, внучек. Калач и отертый. Пуля дура. Штык молодец здесь. В июле сорок четвертого мы ломали врагу крестец. И примолкнет брови на хмуре. Это сколько же лет прошло, как убили меня в июле. Вроде пятое было число. О боях у деревни Вякилю ничего не сказал левитан. Но стрелковую не напрасно штыковую поднял капитан. Не срывал он голос за Сталина. Прохрепел в атаку вперед. Но ударил по роте с танковой, замолчавшей уже. Уремен. Да, внучек. Знать судьбой предписано, что не встретились мы с тобой. Для того, чтобы внуки выросли, поднялся я в последний бой. Браво. До свидания. Получилось так, что из всех внуков... Спасибо, Николай Михайлович. Из всех внуков я оказался похож на деда. Я похож на своих родителей, но что-то неуловимое. Потому что я нашел единственную фотографию деда 1915 года. Они только поженились с бабушкой. Бабушка беременна первенцем. Он там молодой стоит. Круповая фотография, там еще родственники. Вот. Кстати, два приемыша от старшего брата, которых он взял на воспитание. Они умерли от типа их родителей. Он их поднял, воспитал и в жизнь отправил. И я эту фотографию восстановил и отправил маме в деревню. В село Русская Бегтяшка, в Ульяновской области. И мама вечером вышла с этими фотографиями и начала показывать соседкам. И одна из соседок, моя учительница бывшая, Раиса Максимовна Наумова, она сказала, батюшки, фотография-то старая вроде, Вовка-то что там делает? Мама говорит, ё-моё. Извините, я сказал, ё-моё, но это просто в сердцах. Мама сказала, батюшки, всю жизнь думали, вроде наш и не наш. А вот, пожалуйста, чужой человек, посмотрел на фотографии. Хотя глаза у него были карие. У меня глаза не карие. Но у мамы зато карие глаза. А у отца голубые, отец победил. И вот я горжусь тем, что у меня был такой дед. Он был рукастый. Тем более, поднять столько детей. Да, ещё что хочу сказать из его биографии. Он работал на станции Денжникова, он железнодорожником был. И на мельнице работал, на элеваторе там же. И шёл с работы и увидел маленького мальчика на улице, лежащего, умирающего фактически. Он его взял, принёс домой, бабушке отдал. Говорит, Кать, своих десять. Ну и этот тут как-нибудь. И он этого мальчика, а звали его Иван Антонович Антонюк. У него была сложная судьба. У него мать была полька. Отец был русский. И вот мать его потеряла. Она не то, что его бросила, она его потеряла вот в этой суете всей. Она его потеряла. Вот. И мой дед его воспитал, вырастил. Женил, дал образование, женил. А в тюрьму они сели фактически в одно и то же время в 37-м году. В Ежовщину. А выпустили их, когда к власти пришёл Берия. То есть при Берии пересмотрели множество дел. В том числе вот дед тоже вышел в 39-м году. Дед вышел в мою стюрьму. Да. Вот такая судьба. Такая судьба. Сергеев Степан Степанович. Древнего рода. Очень древнего рода. Причём военного рода. Потому что прародитель наш, прусский офицер. Ну он славянин по крови. Назвали его Карл Христиан фон Дол. Прибыл на службу к Александру Михайловичу Тверскому князю. Заслужил боярство. И стал основоположником родов Яхонтовых, Сергеевых, Левашовых. Четвёртую фамилию я забыл. Ну факт, что вот такое дело. И герб очень красивый. Красивый герб, рыцарский шлем, красный фон. И на красном фоне ружьё, ну винтовка. И палаш. И слава и честь и весь рода. Мне, конечно, его бы не досталось, потому что это материнский род. Но я горжусь. Обычно. Да. Спасибо. Николай, подойдите. Рядышком в станции. Ну за дружбу. Николай Михайлович, мой старший товарищ и брат. Я горжусь, знакомство с ним. Да, очень. Услышав это, и пройдя сколько километров, в Сербию, обратно, здесь, сколько мы мероприятий провели, это для меня большая честь. Мы живы, здоровы, вспоминаем наши люди. Пойдёмте, пройдём, да? Да, пойдёмте, пройдём. Обратно. Время выполнения. Это... стою же... Музыка Музыка Вековая дверь Вековая дверь Голос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много безымянных Печали вечной и бессмертной славы Их путь земной Не долог был, но ярок Одну из них гранитную прочти Они погибли, победив Субтитры создавал DimaTorzok Воином Субтитры создавал DimaTorzok Да, это историческая справка, видишь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok